давайте поговорим немножко питание ну есть какие-то вещи такие эзотерические в питании которые могут помочь но допустим питание тоже насчет энергии люди часто думают белки жиры уклеводы допустим некоторые подходят ко мне говорят какие витамины мне есть олег геннадий чтобы вот это вот уж было понимать это неправильное представление питания потому что питание состоит из другого немножко вот допустим некоторые говорят как сделать так чтобы депрессии не было какие витамины есть чтобы депрессии не было надо есть фрукты вот если человек фрукты есть какие сладкие фрукты не апельсины мандарины апельсины мандарины они увеличивают работоспособность ну ты можешь больше работать когда их наешься а депрессию убирают яблоки груши курма бананы вот такие фрукты сладкие фрукты убирают депрессию вот люди которые фрукты любят знаете как они выглядят такие ну у кого вот есть знакомые фрукты одни любят есть есть да да такие на мажоре постоянно фрукты это энергия оптимизма запомнили если человек не может расслабиться постоянно он не может снять напряжение постоянно в напряжении находится то тогда в этом случае ему нужно есть овощи которые по цветам луны созревают какие овощи по цветам луны созревают тыквы огурцы баклажа бана эти выборы кабачки вы хотите быстрее узнать это обязательно узнаете чуть попозже движемся вперед да и так вот не можете расслабиться отдыхать не можете снять напряжение можете спать не может нужно есть во второй половине дня кабачки тыкву капусты все вот эти которые растут над землей овощи которые растут над землей кроме помидоров а ну кроме посленовых вот помидоры перцы картошка она это уже под землей ну то есть помидоры перцы и баклажаны мы в другую категорию отнесем это немножко другое а все вот эти вот ну как бы бахчевые они расслабляют снимают напряжение над землей и капусты тоже только по другому капусты они снимают напряжение и улучшают пищеварение одновременно усваиваемость пищи улучшают это вот все виды капусты они улучшают пищеварение в целом можно так сказать бахчевые расслабляют снимают напряжение не можешь отдыхать вечером бахчевые тушеные овощи ешь и тебя расслабит каждый продукт несет себе настроение какое-то вот капусты они какое настроение в себе несут они увеличивают пищеварение и обмен веществ вот тут капусты ешь у тебя обмен веществ пищеварение улучшается работоспособность силу способность вот работать есть силы работать много орехи вот если человек орехи есть у него появляется как бы возможно сработать много сил вот это появляется работать. Орехи. А бобовые дают физическую силу уже. Вот бобовые. Фасоль, допустим, эти все вот там чечевица, да. Чечевицы разные, цвета вот эти, они все дают физическую силу. А зерно дает концентрацию внимания. Зерно. Но если, допустим, у человека слабая концентрация внимания, скорее всего, у него плохо зерно переварится. Поэтому его надо есть только легкое зерно. Это маш, это самое легкое зерно. Ну, вернее, это даже бобовое, но он как зерно действует. Рис, пшеница. В обед надо все это есть. Понемножку. Много не надо. И будет улучшаться, будет тонус появляться силы. А если люди умственная работа, памяти нужно много, бухгалтера там, люди, менеджеры, допустим, им надо достаточно много зерна есть в обед. Для того, чтобы эту энергию памяти, анализа, студентам тоже нужно много зерна, достаточно есть, чтобы анализировать, запоминать вот это все энергия зерна. зерна. Зачем я это все рассказываю? Потому что плохой период идет. Нужно знать, чем спасаться, потому что каждого глючит в свою сторону. Ягоды, что такое? Вот, допустим, печаль, тоска, как бы, такое, грусть, клюква. Чувствуете? Кислые ягоды, кислая жизнь. Кислые ягоды, они убирают депрессию, ну, такой вот, печаль, тоску, там, кислые ягоды, вот это вот, они дают такую силу, убирают это все, расслабляют человека, забирают на себе печаль, тоску, очищают организм, а обмен веществ страдает от печали, тоски от депрессника. Депрессняк всегда убивает обмен веществ и улучшает обмен веществ ягоды. Есть два типа ягод, есть ягоды, которые растут на земле, они человека расслабляют и, как бы, расслабляют и улучшают обмен веществ. А есть ягоды, которые растут на деревьях, они человека тонизируют. Запомнили? Какие ягоды, которые на деревьях? Вишня, слива, еще какие, облепиха, да? Они все тонизируют и улучшают обмен веществ. Все ягоды улучшают обмен веществ, но некоторые из них улучшают. Тонизируют человека, а некоторые расслабляют. Вот допустим, вишня наелся, что будет? Смеяться будешь. А если наелся клюквы, что будет? Писеть будешь. Ну то есть энергия вся идет вниз от клюквы. Вниз означает пить, писать, какать. А вишня, энергия, куда идет? Вверх. Смеяться, радоваться. Понятно система? Каждый продукт связан. Вот допустим, цитрусовые они дают человеку сильную концентрацию и активную такую жизненную позицию. Вот допустим, артисты всякие, театральные деятели, они должны цитрусов много есть. У них много эмоций. Они эмоциональную такую деятельность дают, цитрусовую. На лекциях хорошо кидаться по этим мандаринам. Но не в коронавирус. Не разрешено. Ладно. Зелень. Есть тушеная, есть свежая зелень. Тушеная зелень вообще не знает, что это такое. Вы знаете рецепты с тушеной зеленью? Нет? Изучайте. Тушеная зелень – это самая полезная пища на земле. Потому что она дает человеку снятие всех воспалительных процессов. Вот если у вас воспалительные процессы, зелень надо есть, тушеную зелень. Свежая зелень, она улучшает, как бы, нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Свежая зелень лечит. Желудок, печень, кишечник. Вот зелень ешь, все это начинает работать. Поджелудочно, все будет работать хорошо. А если ты тушеную зелень ешь, то тогда у тебя проходят все воспалительные процессы в организме. А тушеная зелень – это очень просто. Взяли, допустим, шпинат, да? Нарезали, потушили. Маслица, сольки там и ешьте. Она такая, как бы, ну не надо ее сильно перетушивать, она полусырая получается такая. Горячая зелень, вот такая, как приправа. Ну то есть ешь с рисом там, еще с чем-то. Здоровье дает это. Воспаление уходит, все успокаивается в организме, психика успокаивается. Чтобы психику лечить, лечить шизофрению, лечить аутизм, ДЦП, тушеная зелень, как можно больше, и человек расслабляется. И психически, и физически. Тушеная зелень убирает все виды плохих энергий. И жар лишний в теле убирает, и напряжение убирает, и лишний вес убирает. Поэтому эта пища продлевает жизнь. Чем человек старше, тем больше надо зелени есть. Понимаете, и люди в основном не знают этого. У нас нет этого знания. Хотя зелень, которую надо есть, она растет где угодно. Вы возьмите просто у себя, допустим, у вас дом какой-то, панельный, и там просто есть же газоны, да? Ну, сделайте глупость. Возьмите там, рассыпьте горчицы. Ну, то есть, все подумают, сорняк попер. А это не сорняк, и вот эта горчица начнет расти, вы ее срезаете каждый день, и тушите, и она очень вкусная. Это тушеная зелень. Просто горчица, желтая, рассыпали, и она выросла, и вы ее каждый день кушаете. Будете здоровье свое улучшать. Тушеная зелень улучшает здоровье у человека. Вот, допустим, сахарный диабет. Это болезнь сильного жара в теле. Чем больше зелени, тем меньше развитие диабета. То же самое бронхиальная астма, болезнь сильного жара в теле. Кожные болезни, аллергия. Чем больше зелени, тем меньше кожных болезней аллергии. Все воспалительные процессы уменьшаются от зелени. Понимаете, люди забыли об этом, они об этом не знают. Но вот если человек знает, вот чувствует, что такое здоровье, понимает, что такое здоровье, то даже коню понятно, что надо зелень есть. Не то, что человек. Понятно? Коню понятно, что зелень надо? Морсом можно, да? Что мы еще с вами? Мясом это не пища. А, корнеплоды. Корнеплоды – это пища, которая увеличивает силу иммунитета. Вот смотрите, корнеплоды, сила иммунитета увеличивается, у человека увеличивается способность переваривать, усваивать все. Это корнеплоды. И у мужчин увеличивается способность зачинать детей от сырых корней, не вареных, а сырых именно. Какие это? Морковь, свекла, сельдерей, хрен, редька, редиска. Вот это мужчина, когда это много ест, у него бесплодие проходит. А у женщины бесплодие проходит, когда она ест кокосы, авокадо, белую фасоль. кунжут. Вспоминай, вспоминай, вспоминай. Глава. Молоко. Правильно. Сливки. Кабачки. Тыкву. Капусты. Вот это все продукты, которые улучшают активность женских гормонов. Зачем это все нужно? Когда плохой период приходит, то начинает человека гасить в каком-то направлении. Если вас в каком-то направлении гасит, в этом же направлении надо и есть. Допустим, у вас снижается тонус, а что мы сказали, что, допустим, настроение, работоспособность снизилась. Что едим? Вишню едим. Раз. Яблоки, орехи. Зерно. Все это повышает тонус. Если напряжение сильное, что едим? Овощи едим. Зелень едим. Молочко. Молочка расслабляет. Вот что едим. Понимаете? То есть надо кушать то, что действует противоположно тому, что с вами происходит. Вот что надо есть. Еда нужна, правильная еда. И надо понять, что когда есть. Потому что утром надо есть фрукты. Когда солнце восходит, это время благости. Утро время благости, день страсти, а ночь, вечер невежество. Утром что надо есть? Фрукты, ягоды, мед, молочное такое легкое, что-то что-то. Вот это все орехи. Это утром естся. Днем полноценный такой обед со всеми блюдами. А? Семена льна. Да, вот если не зерно, любые семена можно утром. Гречка, это тоже семена. Гречка, льон. Кунжут там. Кинуа. Вот эти все. Травы, листья, когда хотите, хоть ночью. Они вот всегда усваиваются, перевариваются. Листья, это самое... Вот знаете, вот пища, она делится как бы на разные категории с точки зрения судьбы, кармы. И вот самая первая по судьбе пища, которая несет меньше всего плохой, злой судьбы, это листья. Потому что они ближе всего к солнцу. А вот солнце светит, лист создает. Лист создает от солнца. И вот эта пища самая легкая на земле. Она лучше всего переваривается, усваивается. Но ее надо тушить, человек не может сырой лист съесть. Ну как бы ему тяжело. За редким исключением. Но мы не знаем ничего об этом. У нас нет этого знания вообще. Потому что мы не знаем, что все овощи, которые... Все продукты, которые растут и можно есть практически за редким исключением. Их листья вкусные и съедобные. Вот допустим, у свеклы, у моркови, у редиски, у редьки, у репки, кориандр, петрушка, сельдерей. Ну что хочешь, что еще у вас в голову приходит. Лебеда, амарант, подсолнечник. Ну, крапива это самое невкусное из всего, что есть. Вы пробовали, вот когда подсолнечник восходит, взять вот листочки его молодые, срезать, потушить и съесть. Вот такая вкуснятина. Свекла то же самое. Редька, редиска, горчица. Да ну вас, какая сныть, это же вообще жесть. Сныть и крапива. Все, Олег Геннадьевич. Вся зелень. Деревья, листья деревьев. Редкие листья, которые можно есть, деревьев. Но это уже более тяжелые. Деревья энергетически более сильные, их тяжело перевалить. Это уже аскеты могут с деревьев листья есть. Есть несколько листьев, которые человек может. Но они тоже очень сильные. Это лист эвкалипта, ну это уже как лекарство, понимаете. Но в основном листья растений. Все, знаете, самые вкусные листья тушеные, это, я вам сейчас перечислю, это горчица, редька, редиска, свекла, сельдерей. Тушеные листья очень вкусные тоже. И самые невкусные, это крапивы и сныть. Попробуйте. Вы увидите. Крапива жесткая энергетика такая, тяжелая пища. Сныть тоже такая же. А все остальные, они очень вкусные. Вот то, что растет, ну то, что человек ест, вот эти все продукты, их листья, они очень вкусные. Если их тушить. Вот так ты ешь не очень вкусные, а тушеные они просто вообще. Их надо просто уметь готовить, правильно. Да, папоротник молодой. Вот только так закруглился, его срезаешь, вот тогда будет он вкусный. Только прям вот самая верхушечка вот эта. С едой разобрались? То есть вечером гречка тоже, тоже все семена, не зерна, а семена и овощи, которые растут над землей. Вечером очень хорошо успокаивают, можно покушать и спать. Или фрукты, если человек перегревается, можно фрукты, но не цитрусовые. Посленовые, да, зачем нужны? Они все улучшают пищеварение, но с ними надо всегда быть очень осторожными. Все посленовые они могут перегрузить человек. Это помидоры, перцы, баклажаны, картошка. Картошка, ну, как бы, картошка, она учит человека, то есть она в жир идет очень сильно. А помидоры могут увеличить воспалительные процессы и перцы. А баклажаны могут сильно угнетать. То есть ты баклажаны сильно расслабляешь, ты хорошо есть вечером перед сном. То есть ты поел, тебя пробануло. Устали? Мы с вами движемся вперед. То есть мы говорим с вами о сегодняшнем дне. Кризис, мировой кризис и моя жизнь. Практические советы. То есть я вам рассказываю мероприятия антикризисные. Самое первое антикризисное мероприятие, как ни странно, это парк. Есть чуть-чуть минутка времени, выходите на улицу, идите. Потому что сейчас время какое? Косит больше всего чего все-таки у человека. Из трех категорий. Социальная энергия, духовная и физическая. Чего косит? Физическую энергию больше всего. Поэтому нужна энергия природы. Человеку сейчас больше всего нужна энергия природы. Есть возможность двигаться. Двигайтесь больше. Спорт-зал. Не бойтесь заболеть. Понимаете? Заболевает тот, кто не двигается. Двигайтесь, не заболеете. И не забывайте такую вещь, что если вы двигаетесь, и плюс еще защитные растения, имбирь, куркума, лавровый лист и сосна, то тогда будет все очень неплохо в жизни. Мы никогда не расслабляемся, знаем, что в любой момент можно попасть к врачу. Такое может быть сейчас в любой момент. Но если человек использует эти все продукты активно, маловероятно, маловероятно, что это произойдет. Особенно еще, если ты, допустим, знаешь, что можно и ручки смазать, допустим, имбирем, порошком. Куркумой не надо, она накрасит. Можно иголки сосны помолоть и тоже порошочком мазать себе руки. Тоже будет такая защита. Вот это реальная защита, потому что этот порошок, он вибрирует, и эта вибрация угнетает активность вируса. Поэтому в древней культуре люди, они не спиртом смазывали руки себе, а имбирем. Или порошком иголок сосны, допустим, и ходили. Понимаете, и вот этот порошочек, он действует так, что человек не заболевает. Вот такая сила в нем. В древних священных писаниях написано, что когда начинается инфекция, но они это по-другому называли, они обмазывали себе руки куркумой и ходили вот так прям, не стеснялись. И не заболевали. Да? Вот эфирные масла – это очень опасная штука. Это такая сконцентрированная энергия огня, и когда ими пользоваться, человек может сильно перегресса, у него может гормональное расстройство пойти. Но в целом это нормальная вещь, эфирные масла, если ими пользоваться на расстоянии. То есть их нельзя пить, их нельзя каплями там капать. Но иногда можно просто, ну, знаете как, да? Водички наливаете, вот туда капаете маленькую капельку и подогреваете, и это все ароматизируется. Но самые лучшие эфирные масла – это эфирные масла священных растений. Это мята, это лотос, это шафран, это, как бы, ладан и так далее. Вот эти эфирные масла, вот священных растений, они самые безопасные. Все остальные могут очень жестко навредить человеку, особенно, ну, гормональным функциям. То есть эфирные масла действуют на гормоны больше всего, поэтому с ними надо аккуратно. Дают силу человеку. Но это, ну, допустим, березовый сок – это единственный сок, который, ну, нормально человеком переносится. Но если говорить о смолах, то их надо в микродозах использовать. Это такие очень сильно действующие вещи, и там можно просто, как ими пользоваться? Лучше всего смолу подсушить, и прямо вот как мы специи добавляем в пищу, смола должна добавляться в чай. Ну, очень мало, просто буквально вот порошок смолы прямо капелюшечка в чай, и тогда она очень сильно тонизирует. Такой напиток надо пить только утром. Он сильно повышает иммунитет. Вот, допустим, смола сосны в данном случае, вот против, вот, он сильно повышает иммунитет, и увеличивает пищеварение человеку, работоспособность, концентрацию внимания, вечером выпить и спать не будете. Будете гулять по Питеру ночью. А? Ягоды рябины сильно повышают иммунитет, тонизируют человека, концентрацию внимания. Ну, все ягоды так действуют. И очищают, улучшают обмен веществ. Ну, как все ягоды, просто они все по-разному. Вот облепиха, она, допустим, кровообращение улучшает, рябина, иммунитет, вишня, кроветворение, то есть вишню есть, и получаешь, гемоглобин повышается. Кофе. Кофе – это наркотик. Это наркотик, который тонизирует человека и потом говорит, без меня жить не сможешь. Ну, то есть он дает тонус, работоспособность, тебе хорошо, тебя так успокаивает. То есть кофе убивает чувство, что ты в стрессе, что есть опасность. Это чувство проходит. Ты кофе пьешь, опасности нет. Тонус хороший, работоспособность хорошая. Но потом проходит час-два, и тебе так, и организм говорит, кофе. И опять кофе. И потом опять кофе. И потом опять кофе. И результат какой? Психика у человека становится деревянной. Она не может ничего воспринимать нормально. И чтобы жить нужно кофе, кофе, кофе. То же самое чай. Чай это тоже наркотик. Какие там вещества? Кофеин и в чае содержится, и в кофе. Одно и то же вещество. Но в чае черном, это черный чай, это что такое? Это чай зеленый, который сгнил. Но мы по-русски говорим ферментированный. То есть его под гнилостные бактерии поели чуть-чуть. И это называют черный чай. Так вот, в черном чае содержится еще одна штука, которую очень любит хиппи. Как эта штука называется? ЛСД, да? Черный чай. Мама говорит, может мне покушать? Покушай, сынок. Ты уже три дня возле окна стоишь. Покушай. Вот это уже как бы оттуда. Да, это уже такой тонизирующий напиток с элементами медитации. Вот смотрите, все цветы, которые бы вы только не перечислили, все они влияют на психику и очень сильно ее успокаивают. Поэтому все цветы являются самым лучшим средством для того, чтобы лечить психические заболевания. Но эти все вещи надо знать. Допустим, некоторые цветы могут быть ядом для человека, потому что они очень сильно угнетают психику. Но все цветы, полевые цветы, они все успокаивают настолько психику сильно, что с ними надо очень осторожно обращаться. Но в целом они все могут быть чаями. Но это надо изучать, потому что действие сильное. Вы знаете, когда мы изучали семена, все семена, они могут очень глубоко лечить человека через уши. Мы заметили, что все эти полевые цветы, они все лечат психические заболевания. Семена вот этих всех цветов, то есть они избирательно влияют на психику. Все вот эти деревья наши, клеоны, тополя, дубы, все-все деревья, вот наши полосы, они все человеку лечат суставы и позвоночниками. Вот все эти деревья. Все фруктовые деревья лечат, дают человеку хорошую работоспособность, память, тонизируют. Вот их семена дают тонус. То есть, а хвойные деревья все, они защитную энергию имеют. Они увеличивают иммунитет, убивают вирусы, убивают бактерии. Все хвойные деревья так действуют. Поэтому хвойные деревья, это просто суперные деревья. Их надо беречь. Ну, он тонизирует и успокаивает одновременно. Это хороший напиток, это не наркотик. Вот это надо заменять чай, Иван чаем. Мы разок с женой идем, под Москвой гуляем, и там такие красивые-красивые цветочки, такие голубые, такие растут, вот такие вот, такие вот, много прям поля целое. Я, жена говорит, это что такое? Я говорю, это Иван чай. Она, ой, какая красота. Потом идем дальше, там такие же цветочки, желтенькие такие тоже, много-много моря. Она говорит, а это что такое? Я говорю, это Степан чай. Да, ой, какая красота. Потом идем дальше, такие же цветочки, но так и красненькие, правда. И она такая говорит, а это что такое? Я говорю, это Николай чай. Она мне по башке. Ну, посмеялся над ней. Ну, знаете, женщины все шутят постоянно. Они очень доверят. Ладно, немножко пошутил я с вами. Хорошо, ваши вопросы? А? Мед. Мед, это два, есть два продукта на земле, самые благостные. Это мед и молоко. Запомните это на всю свою жизнь. Ну, просто эти благостные продукты, они плохо перевариваются, потому что они очень благостные. И их надо знать, как есть. Самый лучший способ их есть, это есть их вместе. Вечером. Подогревать сильно молоко и вместе с прикуску, с горячим молоком есть мед. Вот это сочетание самое сильное. Оно так сильно расслабляет человека и так сильно успокаивает, что человек будет хорошо спать, ему будет сныться, нормальные сны. Понимаете? Поэтому вечером горячее молоко чуть-чуть совсем, это как лекарство с медом. Теперь второй рецепт, второй вариант. Это мед, ну, вы знаете его, мед вместе с травами. Тоже травы, они что делают? Они делают какое-то действие, совершают, а мед погружает это действие в глубь психики человека, потому что, когда продукт очень благостный, он очень глубоко действует на человека. я вам еще один рецепт сейчас дам, который просто очень крутой тоже. Он очень хорошо действует. Вот. Возьмите, еще есть один продукт для пожилых людей или в возрасте, очень важный. Этот продукт называется мумиё. Это не лекарство, это продукт, но и кушать надо очень мало. И мумиё надо есть с медом. Вот, допустим, вы берете теплую воду, разводите в ней мумиё, и лучше всего жидкий мед. Какой? Цвет. Все зависит от вас. Если вы перегреваетесь, то тогда светлый, а если вам напряжение находится, тогда темный. И смешивая мумиё с медом, вы получаете не сладкий напиток, потому что мумиё забирает сладкий вкус. То есть, мед, меда надо много, чтобы нейтрализовать мумиё, Но если вы садите мумиё с медом и начнете пить этот напиток, вы будете спать железным, счастливым, детским сном. Ну, то есть, это для тех, кто перенапряжен. Наше время очень подходит, потому что соединение этих двух вещей, ну, как бы, двух лекарств дают человеку очень хороший сон и иммунитет. И ещё сюда можно добавить для желающих, для любителей мелису иногда, если подходит. Супер, да? Горячее молоко с медом. Да, можно в молоко добавлять ещё топлёное масло, чуть-чуть капельку. Тоже это улучшает переварить пищеварение. Масло и мёд, да, но только капельку масла, потому что, если вы много добавите масла, то мёд не будет перевариваться. Соединение топлёного масла с мёдом ухудшают переваривание. И туда можно в молоко вот сейчас в наше время, в время коронавируса добавлять ещё куркуму. Молоко, куркума способствует перевариванию молока, а молоко способствует растворению куркумы. То есть, они друг другу помогают, поэтому молоко соединение с куркумой даёт хороший результат. Молоко даёт куркуме возможность в организме укреплять иммунитет. взаимодействие этих двух продуктов очень полезно для здоровья. Мои дорогие друзья, правила бывают разными. Все правила зависят от развитости человека. Человек ест то, на каком уровне сознания он находится. Поэтому не навязывайте своё питание никому. Но есть одна вещь, когда не надо никого спрашивать. И эта вещь называется жизнь. Если вы знаете, что есть четыре продукта, которые продлевают вашу жизнь сейчас, потому что они уничтожают силу, которая вас разрушает, никого не спрашивайте. Добавляйте везде, где только можно, понемножку, чтобы люди не волновались. Даже небольшое количество даст эффект защиты. Это вы должны знать и помнить. Вот у вас стоит, даже тело не касается, просто в целлофане, понимаете, это вам даёт защиту сейчас. Колоссальную возможность не заболеть. Но это не значит, что надо маски снять, целоваться со всеми. То есть имейте правый смысл. Можно. Нормально. Можно. Сладкий вкус, утром сладкий. Это сладкий, если сок, то можно. Ваш вопрос. Да? Ну, ничего страшного, всё нормально. Кока-колу любите, да? Вам нужно тонизироваться. То есть вы любите кока-колу. Почему? Потому что вам нужно тонизироваться, а вы не знаете, как. Вам нужен тонус. Значит, что вам нужно? Вам нужно пить фруктовые соки с цитрусовыми. Надо просто научиться и хорошо делать по вашему вкусу. И кока-кола просто отдыхает по сравнению с фруктовыми соками, с цитрусовыми и вот с этими. Просто отдыхает. Вас так воткнет просто, что кока-кола просто она вообще близко даже не стояла, потому что это натуральная энергия, понимаете, кока-кола это искусственно. А мне вот Саша показывает, что это. Тю-тю. Кто? Сверху кто-то говорит? Как освещать приготовленную пищу? Всем по-разному. Есть разные культуры духовные и там разные есть правила, но в целом надо понять, что такое освещение пищи. это когда вы пищу не сами хотите скушать, а хотите, чтобы Бог на нее посмотрел или что-то с ней сделал. То есть вы готовили для Него, а не для себя. Вот это называется освещение пищи. То, когда ты жертвуешь Богу пищу, когда человек готовит пищу, что он хочет? Он хочет ее съесть. Что такое освещенная пища? Когда человек готовит пищу и хочет, чтобы Бог ее съел. Это, конечно, аллегория нам кажется. Все равно же я в конечном счете съем. Так вот, знаете, эта аллегория, она имеет колоссальную силу менять судьбу. Если человек реально от самого дорогого от пищи отказывается во время приготовления и думает о Боге, молится, ну как это буквально выглядит, вот как не отказаться от пищи? Просто молитесь во время приготовления. Думайте о Боге, а не о еде. Все. И вот это называется освещенная пища. Такая пища приготовленная, она просто меняет сознание людей капитально. Вы спрашиваете меня, как менять своих людей, кроме доброты есть только один способ. Если у вас доброты не хватает, вы никак не можете переварить человека, только один способ. Это кормить его освещенной пищей. Все поменяется само, потому что ваша доброта заходит ему внутрь и изнутри начинает действовать. Освещенная пища это бомба. Она меняет человека полностью. Да, так же. Есть разная сила освещенной пищи. Если сила очень большая, духи вылетают. Все мое хорошее уже время. Нам надо контролировать ситуацию. Нам еще цветы раздавать. Смотрите, какие вы красивые цветы принесли. Знаете, у вас эстетический вкус. Это же Европа уже. Поэтому будем цветочки раздавать. Все сели прямо. Сейчас будет у нас. Я желаю всем счастья, тренинг. Вы не скучали на лекции? Интересно? Знаете, когда коронавирус, то приходят самые любимые люди. Потому что все остальные боятся. И атмосфера вздали чудесная. просто создать. Вот я что в Москве, что в Самаре читал лекции, что в Севастополе. А я проговорил, спросите. Это тайна. Везде, где я читал лекции, везде очень хорошая атмосфера, потому что люди только самые лучшие приходят на лекции в такое время. И поэтому просто супер. даже коронавирусы счастливы на такую лекцию. Ну, они же тоже приходят. Ладно, все, хорошо, все сели прямо.